Доброе утро! Мы знаем, что несколько месяцев тому назад COVID-19 стал просто одолевать всю планету. И сейчас многие страны в мире, практически все страны в мире, на самом деле уже преодолели критический период. Другие страны в то же самое время находятся на пике пандемии. Конечно, COVID-19 оказывает чрезвычайно важное влияние не только на общее состояние здоровья людей, но и на систему здравоохранения. И последние 20-25 минут мы будем говорить о том, каким образом COVID-19 сказывается на лечении онкологических больных. Мы очень хорошо знаем о том, что, конечно, COVID-19 сказывается на диагностике, на оценке онкологических пациентов, особенно новых пациентов. Мы знаем очень хорошо, что потому что пандемия существует, химиотерапия, лучевая терапия, оперативное вмешательство, конечно, в значительной степени зависит от того, каким образом оценивается состояние больного. И поэтому пациенты очень часто не получают то, что они должны были бы получить с точки зрения лечения. Например, хирургические больные могут быть больными, которые требуют оперативного вместительства немедленного, но иногда операция откладывается. Но, конечно, изменение времени, которое требуется на диагностику, также сказывается на исход, включая уровни выживаемости и смертности. И, кроме того, конечно, сказывается пандемия и на исследованиях, которые проводятся в сфере онкологии, на поисках новых подходов, новых методов лечения. Очень часто эти исследования откладываются, потому что слишком рискованно помещать онкологических больных в больницы вследствие опасности заражения. Я буду говорить о первых трех темах, связанных с пандемией и COVID-19. Это диагностика, оценка, лечение и исход. И давайте начнем с диагностики и оценки. Во всем мире сейчас наблюдается значительное снижение числа диагностированных случаев рака в период кризиса. Это интересные данные, которые получены из Нидерландов. Вы видите, что здесь очевидное снижение наблюдается по количеству диагностированных случаев рака. Вы видите, что эта кривая идет вниз, особенно это характерно было для периода строгой изоляции. Вы видите, что через месяц, примерно после подтверждения случаев COVID-19, после того, как страна вводит социальное дистанцирование, наблюдается снижение числа диагностированных случаев примерно на 20-26%. 26% – это точные данные. И вы видите, особенно это характерно для рака кожи. Вообще здесь снижение даже на 60%. Как вы понимаете, таким образом очень большое число пациентов не получают диагноз или диагностика откладывается. Давайте поговорим о лечении этих пациентов. Я уже сказал вам о том, что вследствие COVID-19 лечение раковых больных также должно приоритизироваться. Национальная система Великобритании, система здравоохранения, имеет определенную систему приоритизации, видите, по уровням. И первый уровень – это те пациенты с большой долей успешности лечения. Уровень 2 – это пациенты, которые проходят лечение, но находятся на таком на среднем уровне успеха. Что мы говорим о приоритетах 4 и 5 – это пациенты, у которых довольно поздняя стадия рака. И здесь другая ситуация. Это означает, что эти пациенты не получат ожидаемое лечение. И здесь, скорее всего, будет явно проявляться негативное воздействие всей ситуации. По существу мы знаем, что исход также очень зависит от COVID-19. Прежде всего, я должен сказать, что мы знаем о том, что здесь на самом деле для этих пациентов комморбидность не играет такую большую роль. Но, тем не менее, мы понимаем, что здесь клинические исходы могут быть хуже. Это те данные, которые получены в Китае. Мы видим здесь, что пациенты, раковые пациенты, онкологические пациенты имеют большую вероятность оказаться на искусственной вентиляции легких. Более того, вы видите, что вероятность серьезных исходов значительно выше для онкологических пациентов, чем для пациентов, не имеющих онкологического заболевания. То есть, эпидемиологические исследования показывают, что даже если рак не является наиболее часто сопутствующим заболеванием или основным заболеванием даже, тем не менее, наличие раковой опухоли может привести к более серьезным клиническим исходам. И что теперь мы с вами говорим, конечно, об исходе. И именно это важно для будущего, потому что мы прежде всего должны думать о том, как в будущем будут себя чувствовать эти пациенты. Вот эти интересные данные – это данные, полученные в результате экстраполяции и расчета, эпидемиологического расчета, который проводился в Великобритании. И основывается этот расчет на данных Национальной системы здравоохранения. Вы видите, что в промежуточном сценарии, не очень мягкий и не очень суровый, вы видите, что у вас примерно на 6 тысяч смертей будет больше среди онкологических больных. Вы видите, плюс 6 тысяч смертей в течение одного года. Может быть, вы скажете, что это не так много, но для Великобритании это 20% повышения. Это означает, что отсрочка с диагностикой, с лечением этих пациентов приведет к большому количеству дополнительных смертей от рака. Недавно, да, вот это данные из Соединенных Штатов. Вы видите, это очень интересное исследование, которое недавно было прокомментировано доктором Шаплесом. Доктор Шаплес является директором Национального института рака, и его институт проводил расчеты того, каково будет влияние в течение 10 лет пандемии COVID-19. С точки зрения кумулятивной оценки числа смертных случаев в колоректальном раке и раке груди. И вы видите, что если мы возьмем только эти виды рака, то по оценке наблюдается значительное и будет наблюдаться значительное увеличение случаев смерти. Мы означаем, что примерно на плюс 10 тысяч только по Соединенным Штатам, только по этим двум видам рака. И это является следствием пандемии. Таким образом, вы видите, что если мы будем откладывать от лечения, если мы будем не вовремя проводить диагностику, то мы можем выйти в будущем на значительное увеличение числа смертей среди онкологических больных. Но, очевидно, нужно задать себе такой вопрос. Правильно ли откладывать или снижать интенсивность лечения раковых больных? Но мы должны, очевидно, вернуться к тому, что является противораковым лечением. Давайте возьмем пример. Вот если вы являетесь спортсменом и вам надо бежать, бежать, вам, очевидно, надо бежать на двух ногах, естественно. Не так ли? Если вы будете бежать на одной ноге, ну, наверное, эта ситуация задержит вас, а может быть и не позволит вам добежать до цели. Это пример, который просто говорит нам о том, что противораковое лечение всегда основывается на двух столпах. И вот небольшой пример хочу привести. Скажем, да, у нас диагноз получен. И, конечно, если это ранняя стадия, может вполне вероятно хирургическое вмешательство решить проблему. А если это более поздняя стадия, если это пациенты, для которых задержка лечения вследствие пандемии может оказаться критически важной. Мы знаем, что для этих пациентов совершенно реальное, глобальное антираковое лечение должно основываться на двух подходах. Это модифицирующая терапия, это химиотерапия, это лучевая терапия, это хирургическое вмешательство и так далее. И, безусловно, эта терапия, конечно, нацелена на работу с раковыми клетками и обеспечивает выживание пациентов. Но в то же самое время другим столпом, так сказать, другой опорой всей системы лечения является палеотивная система. И, конечно, здесь нутритивное питание, психологическая поддержка, снижение болевого синдрома, все это способствует повышению качества жизни. Мы все согласны, что палеотивное лечение, конечно, отвечает на запросы пациента. И цель наша состоит в том, чтобы улучшить качество жизни. Тем не менее, сейчас есть доказательства того, что, когда вы сочетаете модифицирующую терапию и палеотивную терапию, когда эти два столпа работают одновременно, то у вас действительно может быть улучшение уровня выживаемости по сравнению с теми ситуациями, когда мы полагаемся только на один подход. И атлет в таком случае пробежит значительно большую дистанцию, потому что у него обе ноги функционируют. Ну, я говорю, что нутритивное питание очень важно. Мы понимаем, что изменения нутритивного статуса очень часто происходят у раковых больных. Потеря веса. Это обычное явление, потому что есть, конечно, опухоли, потому что есть негативные последствия противоракового лечения. Помните, пожалуйста, о том, что когда раковый пациент теряет вес, он теряет мышечную массу. А мышечная масса – это клинически значимая часть всей структуры тела. И пациенты, которые теряют мышечную массу – это те пациенты, у которых исход может быть наихудшим. Вот здесь исследование представлено, которое проводилось с пациентами, у которых был рак головы и шеи. Видите здесь, по снижению уровня выживаемости, связанной напрямую с потерей мышечной массы. Таким образом, во время противоракового лечения, а может быть, когда противораковое лечение не предоставляется из-за задержек каких-то, в том числе связанных с COVID-19, может быть, именно тогда нутритивное питание должно применяться, потому что оно не повышает риск инфицирования, но может подготовить пациента к получению противоракового лечения на более позднем этапе. Как я уже ранее говорил, сейчас проводится очень много исследований, которые говорят, что когда вы сочетаете различные подходы и терапии – лучевую терапию, химию терапию, разного рода поддержку, нутритивное питание, то вы наблюдаете улучшение состояния пациентов. Вот здесь палеотивная система представлена. После диагностики мы получаем значительное улучшение через 300 дней. Видите, здесь мы с вами в самом начале видим практически 100% выживаемость. Это данные, которые сейчас поддержаны не только данным исследованием, но многие другие исследования. Также показывают, что наиболее эффективное лечение раковых пациентов на более поздних стапах как раз и связано с сочетанием модифицирующей терапии и палеотивных приемов и нутритивного питания в том числе. Но как же можно доставлять это питание? Как обеспечивать его? Совсем недавно европейское общество выпустило рекомендации, поддерживающие приемы. И вы видите здесь рекомендации по нутритивному питанию, включая те случаи, когда снижается аппетит. Видите, медицинская онкология рекомендует, чтобы все пациенты проходили оценку нутритивного риска. Более важно, ЭСМО рекомендует 30 килокалорий и от 1 до 1,3 грамма протеина на килограмм веса тела пациента. Это то, что ЭСМО рекомендует. И таким ЭСМО подчеркивает, насколько нутритивное питание важным является не только, когда пациент не получает лечение, но особенно в тех случаях, когда пациент получает такое лечение. Как вы знаете, наверное, что осенью ЭСМО также публикует не только эти рекомендации, но публикует еще и руководство по нутритивному питанию онкологических больных, которое, в принципе, отражает то, что уже сейчас происходит, что вы найдете в литературе, представленной другими научными обществами. И еще раз я хочу подчеркнуть, что Европейское сообщество нутритивного питания еще раз подчеркивает необходимость получения энергии, протеинов, и что рекомендации Европейского сообщества, выпущенные в 2017 году, рекомендуют, как и ЭСМО, 25-30 килокалорий на килограмм веса пациента и от 1 до 1,5 граммов протеина на килограмм веса в день. Это очень важные рекомендации. Для того, чтобы немножко более ясным все это сделать, могу так сказать, ЭСМО рекомендует следующее. Нутритивная поддержка должна начинаться рано. Нельзя ждать того времени, когда пациент потеряет 10 килограммов веса. И здесь 25-30 килокалорий на килограмм веса в день. Протеин – грамм, полтора грамма. Микроэлементы, конечно, в соответствии с потребностью, физическая активность. И, конечно, очень важно, очень постепенно, сначала надо подумать об изменении диеты для того, чтобы начать решение проблемы, для того, чтобы изменить вопросы, которые связаны с запахами, которые связаны очень часто с течением болезни. Таким образом, цель вмешательства заключается в том, чтобы снизить уровень потери мышечной массы. И работа эта должна быть нацелена на то, чтобы восстановить потерянный вес. А есть ли у нас данные, которые показывают о том, что это нутритивное питание является очень важным? Да, у нас есть такие данные. И прежде всего информация получена вследствие исследования, проведенного несколько лет тому назад. И результаты говорят, что в больницах здесь вероятность инфекций больничных сокращается в значительной степени, если у пациента есть необходимое поступление энергии, килокалорий. Вы видите здесь, 100% указано, видите, что здесь вероятность получения инфекций в значительной степени снижается. Но, конечно, нутритивная поддержка – это не только калории, потому что есть целый ряд других питательных веществ, которые совершенно необходимы, особенно для иммунного здоровья, например, белки, протеины. Очень важно для иммунной системы, для клеток, и, безусловно, для того, чтобы протеины были для восстановления мышечной массы. Мне хотелось бы напомнить вам еще раз о значимости белков, протеинов. Это исследование, которое показывает, что когда вы работаете с онкологическим больным на более поздней стадии, получающим химиотерапию, тогда он или она очень часто показывают снижение количества протеинов, которые получает этот пациент. И это напрямую связано с выживаемостью. Поэтому если пациент получает мало протеина, мало белков, как мы можем утверждать, что это приводит к более высокой степени смертности. Кроме того, даже на этих более поздних этапах пациенты реагируют на дополнительное питание, особенно если это хорошее дополнительное питание высокого качества. Это исследование показывает нам пациентов с раком легким, это более поздние стадии, и вы видите, что способность мышц строить новые мышечные волокна восстанавливается у пациентов. Таким образом, мышечная масса изменяется в том случае, позитивно изменяется в том случае, если пациент получает необходимое питание. И тогда кахексия, по крайней мере, на ранних, на уровнях этапах развития болезни, не является необратимой. Но, к сожалению, для того, чтобы получить эти результаты, для того, чтобы повысить мышечную массу, улучшить функцию мышц, улучшить качество жизни, мы должны учесть целый ряд других аспектов, а именно воспаление. Вот это данные, полученные из Швейцарии, это большое исследование, которое показывает, что при наличии воспаления клинический эффект на смертность нутритивного питания, включающего различные добавки, очень важным является. Мы видим с вами позитивные клинические результаты, если одновременно вы решаете проблемы, связанные с нутритивным питанием, количество калорий, качество протеинов, количество протеинов, микропитательные вещества, а кроме того, вы также улучшаете метаболизм, и вы таким образом воздействуете на воспаление. Конечно, можно использовать особые вещества, такие как, например, омега-3, различные другие же ИПА, например, которые оказывают негативное воздействие на возникновение цитокинов, которые, в свою очередь, могут приводить к воспалению. Мы видим вовлеченность в большую часть механизмов этих цитокинов в процессы, которые приводят к потере массы тела и мышечной массы. Омега-3 может сказаться позитивно не только на качестве нутритивного питания, но может также позитивно сказаться и на иных результатах, не менее значимых. Вот это исследование, которое я провел на пациентах с раком легких на более поздней стадии. Видите, здесь жирные кислоты применялись, омега-3. И вы видите очень хорошо, что на раннем этапе кахексии пациенты не только демонстрируют улучшение мышечной функции по оценке. Вот здесь это представлено. Но пациенты без серьезной кахексии, на начальном этапе кахексии мы также наблюдаем значительное улучшение уровня выживаемости. Надо сказать, что исследование не было нацелено на то, чтобы работать над вопросом выживаемости. Нет, на самом деле мы здесь прежде всего подчеркиваем значимость медицинского нутритивного питания для пациентов специализированного питания, которое решает не только нутритивные потребности, но и метаболические потребности онкологических больных. И это напрямую связано с улучшением статуса, с улучшением мышечной функции и, возможно, также способствует улучшению клинических исходов. Еще один вопрос, который я хотела бы с вами обсудить. Есть недавние данные, которые говорят о том, что появление метастаз и процесс потери массы тела связаны с одним и тем же механизмом, биологическим механизмом. Безусловно, вполне возможно, агрессивное заболевание может привести к более резкому и быстрому снижению нутритивного статуса. Но вполне возможно, модифицирование механизмов, которые ведут к ахексии. Мы можем добиться более позитивного воздействия на механизмы, которые приводят к метастазической прогрессии. И я не хочу сказать, я хочу подчеркнуть это, я не хочу сказать, что используя конкретные питательные вещества, протеины, добавки, омега-3, мы можем вылечить рак. Нет, безусловно, мы этого сделать не можем. Если мы хотим лечить, то мы должны использовать химиотерапию, лучевую терапию и так далее. Я просто хочу сказать, что используя специальные питательные вещества, мы можем повысить эффективность противоракового лечения. То есть мы не вылечиваем таким образом, мы просто повышаем стандарт лечения. И в завершение. Я считаю, что в текущей ситуации пандемии мы столкнулись с дилеммой, что нам нужно, как лечить онкологические больных с повышением опасности инфицирования или, может быть, откладывать это лечение, но тогда болезнь будет прогрессировать. Я не думаю, что есть какая-то необходимость откладывать лечение, потому что противоопуховое лечение зависит от двух очень важных моментов – от модифицирующего лечения и от поддерживающих приемов, которые могут задержать развитие болезни. Нет необходимости откладывать именно эту поддержку. То есть, в принципе, противораковое лечение можно начинать немедленно, как только получен диагноз, даже во время пандемии, потому что вы сразу же можете начинать по крайней мере работу над одним из аспектов лечения. Вы можете оказывать поддержку пациенту. Нутритивная терапия должна быть начата и должна продолжаться во время пандемии для того, чтобы предупредить кохексию и негативные последствия кохексии и негативный исход. Конечно, задача также стоит в том, чтобы максимизировать поддержку, и мы используем рекомендации СМО, и можем также использовать те руководства, которые выйдут в ближайшее время для того, чтобы добиться позитивного эффекта нутритивной терапии, для того, чтобы составы с высоким содержанием протеинов получали наши пациенты, получали омега-3, другие кислоты, для того, чтобы повысить метаболический ответ. А это означает, что мы сможем справиться и с потерей мышечной массы, или, по крайней мере, смягчить этот процесс. Таким образом, даже во время пандемии у нас могут быть определенные стратегии, которые позволят нам продолжать лечение или подготовить наших пациентов к получению противоракового лечения. Модифицирующего лечения. Еще раз хочу поблагодарить вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...